Ну, у меня как бы вот сегодня одна тема, да, это вот пробила где-то здесь вот боль и такое полное ощущение дискомфорта в пазухе, да, и здесь уже целый день, в принципе, я размышлял, что такое ощущение, что это может быть третий раз повтор роста кисты. То есть первый раз было 15 лет назад, киста, делали операцию, потом была маленькая киста через зубы вытащили, и вот по всем ощущениям, и вот по этому такое ощущение, что это уже третий раз. Вот проговорил, даже опустило, то есть нету такого вот жесткой боли, а вот регулярно вот было такое сжение, и резкая боли была, да. И что? Хочу разобраться, с чего они растут там. И все? Ну, и чтобы больше не росли, конечно. Хорошо разобраться. Ну, смотри. За что отвечают у нас зубы? За переживание пищи. То есть это первый этап переработки продукта? Да. Хорошо. Что является продуктом для тела организма? Ну, для тела организма. А? Сказал тоже. Что является продуктом не так? Любой продукт у нас это некий сгусток энергии, который мы употребляем, да? Значит, зубы служат для того, чтобы осуществить первичную переработку вот этого сгустка энергии. Никогда об этом не думал, но… Ну, ты согласен с этим? Ну, да. Я как бы всегда сходил, что это просто пища некая механическая, сгусток энергии никогда на это не выходил. Да? Ну, сгусток энергии… Я просто под этим фокусом никогда об этом не думал. Хорошо. Хорошо. Вот тебе новый фокус. Наше тело – это кусок энергии, потребляет другой кусок энергии для того, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность. Да. Попали, да? Угу. Вот первый раз 15 лет назад у тебя появилась первая киста. Да. Да. Она появилась, может, раньше ее вырезали 15 лет назад. Появилась раньше. Вот меня интересует тот момент, когда ты… Что произошло перед тем, как появилась первый раз эта киста? Не обязательно подробности в общих чертах. Ну, первое то, что приходит на ум – это… Достаточно дискомфортная работа тогда… Дискомфортная работа была тогда. Так. Чем это выражалось? Ой… Неприятностями на работе, достаточно плохими отношениями, при этом непосредственно с руководителем. Угу. В принципе, все остальное устраивало, и зарплата, и коллектив достаточно нормальный был. Больше. А вот с непосредственным руководством было достаточно такие… сложные отношения. Угу. То есть тебе приходилось пережевывать энергетику общения с руководством, и эта энергетика показалась тебе твердой. Ну, возможно. Непотребляемый, так скажем… Скорее… Скажи… Действительно непригодный для… Для употребления. Так. Хорошо. Теперь второй раз, когда появилась киста? Даже не помню по годам. Примерно так. Вот. Что приходит первое в голову? Ну, первое приходит еще, скорее всего, где-то во время кризиса. Было, когда была большая ситуация, ну, сложная ситуация была в бизнесе. Скорее всего, что-то такое. Угу. Что-то опять непереваренное прошло? Ну, если по этой налоге, то я уже знаю, что третье. Так. Что третье? Ну, взаимоотношения и непринятие позиции одного из людей. Угу. Мы вчера об этом говорили. Угу. Вот непринятие этой позиции именно где-то по аналогии очень даже близко к тому, что было лет 15 назад. Угу. Хорошо. То есть появилась некая линия? Ну, да. Так. Так. Что нужно сделать для того, чтобы убрать эту линию из твоей жизни? Ну, вариантов несколько есть. Так. Какие? Ну, первый – неупотреблять неупотребимое и от него избавиться. Ну, это такой достаточно примитивный, мне так кажется, вариант. Ну, надежный. Хорошо. Хорошо. Вот. Второй вариант. Разобраться, может ли это быть употребимым? Ну, нафиг оно мне надо. Хорошо. Третий. Вот. Третий – приходит вообще офигенная вещь и не заморачиваться по этому поводу вообще в принципе. Что тебе больше нравится из этих трех? Наверное, третий. Угу. А что нужно для того, чтобы применить в жизни вот этот третий вариант, не заморачиваться по этому поводу вообще? Что нужно сделать? Вот тебе что нужно сделать? Варианты. Сколько вариантов? Ну, здесь идет сопротивление по поводу вариантов. Угу. Что тебе подсказывает? Ну, самое простое – делать то, что делаешь. Так, прекрасно. Хорошо. Вот у тебя появился непотребимый или трудно перевариваемый кусок энергии, да? Ну, неважно, там человек, начальник, там или еще кто-то. Вот он появился – кусок энергии. Угу. Ты делаешь то, что делаешь, а этот кусок энергии все равно есть. А вот он есть, да. Да. Что? Вот самое простое действие, которое нужно предпринять для того, чтобы послать что-то. Ну, взять это, двинуть и не приходить. Хорошо. А этот предмет не отодвигается? Другие варианты сейчас будем искать. Самый простой. Что можно сделать? Ну, вообще приходит мелко-мелко издробить его и… Ну, это насилие. Не надо. Да, но… А как тебе такой вариант взять, немножко подвинуться и посмотреть со стороны? Отодвинуться в сторону с его дороги или отодвинуться из себя? Вот здесь вот как-то такой вот… Какая-то дилемма идет. Ага. Чем не проходит? А не проходит, не проходит по одной штуке. Даже если ты… я, точнее, в этой ситуации выхожу в понятие стороннего наблюдателя, да… Ух, блин, здесь штормит. Вот. А здесь получается какая-то интересная ситуация, что я воспринимаю эту ситуацию как… Как аналитик, который четко раскладывает ситуацию, даже не просто в этом действии, да, но еще в тех результатах, какие после этого могут быть. Хорошо. И постарается найти наиболее такой выгодный вариант. Для кого? В первую очередь для себя не всегда. Вот здесь поймал себе, что не всегда. Сначала для двух сторон, если невозможно, тогда уже как бы вот здесь начинается саможевание, да. Вот смотри, представь себе некий образ вот этой самой куска энергии, пусть это будет в форме человека, да, образ человека какого-то, такого абстракта совершенно, да. Это вот образ той энергии, которая трудно перевариваемая, трудно жующая, да, и ты с этим куском энергии сейчас, сейчас, это происходит очень быстро. Начинаешь разговаривать. Цель твоя – выяснить, что хочет этот кусок энергии от тебя. Вот смотри. Закрой глаза. Я вот сейчас… Вот где-то здесь она у тебя, да? Сейчас вышли. Да, очень близко, да. Вот смотри, я сейчас это дело держу, а ты начинаешь беседовать с этим куском энергии. Угу. Не хочет идти пока на контракт. Ты разговариваю. Есть множество путей для того, чтобы разговорить. У него тоже есть свой интерес. Выясни этот интерес. Вот сюда опустись, в грудь. Не в голове, в груди давай. Угу. 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 Ну-ка, позевай. Вот позевай. Вот позевай, прям позевай, как ты вот хочешь спать, ты вот зевни прям… Эх… … а-а-а. … а-а-а-а… … а-а… … а-а-а-а… Вот… Это… … отлично, это замечательно. Замечательно. Чудесненько. А-а-а-а… уху-ху-ху-ху… Это мой страх был Так, хорошо Зачем вы там договариваетесь? Ну пока пошел какой-то обмен Так И больше даже от меня Хорошо Он что-то потребляет, потребляет А что с ним происходит? Вот ты смотришь А он меняется Так Как голубим пламенем начинает гореть Хорошо Но молчит Хорошо, пусть молчит Не заставляй ничего Не надо никаких конфликтов Ну как заправился и все Так Есть с его стороны В твою сторону Какая-то агрессия? Агрессии нету Хорошо А вот по твоим ощущениям Вот этот кусок энергии Он для тебя перевариваемый? А он мне не нужен Хорошо Он принципиально другой Иной И Не то, что вредный Он Ну как камень Ну он не нужен Абсолютно Это не то Что мне нужно В принципе Ну уже правда Ушли такие эмоции Что Брезгливость Или еще что-нибудь Такое Непринятие Хорошо Отлично И вот теперь Смотри Представь себе ситуацию Что ты идешь по улице И ты встречаешь На встречу тебе Идет вот это самое Вот это самое Кусок энергии Что ты сделаешь? Пройду мимо Хорошо Тебя устраивает такая ситуация? Меня, да Хорошо Вот его не всегда А, его нас не интересует Ну абсолютно Абсолютно Мне как бы вообще фиолетовый Хорошо А теперь обрати внимание На состояние своего тела Отпустила А что там с кистой? А кто его знает Ну как держал Так было очень приятно И особо практически Не чувствуется И вот сюда уже В принципе не отдает Хорошо Вот смотри Этим самым Ты сейчас обозначил Что Что нужно сделать Если в твоей жизни Опять встретиться В подобный кусок энергии Что нужно сделать? Слить ему все И уйти И уйти Или как на улице Просто пройти мимо Угу Каждое действие Рождает противодействие Если ты начинаешь Сопротивляться Давление возрастает Тут еще одна штука была А вот в данный момент Отдельное спасибо Что в этой ситуации Я не почувствовал себя Ресурсом Относительно его Для кого-то Для кого-то Да Почему я говорил Был страх Страх был связан с тем Что в этот момент Я ресурс для кого-то Как ты считаешь Ситуация разрешена? Надеюсь, что да Так, стоп Надеюсь, меня не устраивает Либо да Либо нет Ну Я разобрался В этой ситуации Абсолютно Да Механизмы решения Как минимум Два Так Может быть даже три У меня Действия есть Боль прошла То есть По трем Это заявленным вопросом Все решено Огромное спасибо На здоровье Зайти не пришел